Известная легенда среди чеченцев, послушайте эту легенду. Когда чеченцы хоронили своих соплеменников, им было запрещено хоронить на кладбище. Запретная была граница, проходила по реке, и в реку, в холодную реку заходили казахи и ждали, пока к ним поднесут чеченцы со своим гробом. И они на пути брали этот гроб и несли его уже по запретной для чеченцев территории, и несли на кладбище и хоронили. Рядовой житель Ярославской области или Костромы, он ничего не понимает, в чем отличается бурято-дембер от тувинцев и так далее. То есть это полностью откровенный, большой, огромный шовинизм, и это откладывается на протяжении 70 лет среднего статистического россиянина в головах. И отсюда недоумение, а кто вы? Вы что? Ну, слово «нерусский» — это обычное понятие и так далее. Я когда приехал в Россию поступать в Сыгловский юридический институт, первая встреча моя была на остановке. Я в очередь встал на улице. Интеллигентная вида женщина, красавица такая, ну видно, ну не знаю, там, в консерватории закончила. А бабушка лет 70-ти назвала меня за моей спиной «черной». Конечно, очень рады с вами поговорить о вашей легендарной, можно сказать, жизни. Потому что то, что вы прошли, то, что мы увидели, ну, совсем в Википедии, да, в циклопедии у вас написано, конечно, поражает, потрясает. Я, честно говоря, не представляю, как человек может это все вынести и выдержать. Столько досталось вам, эти голодовки, вы голодали 104 дня, и это кошмар, да. И у вас три тюремных срока, и еще один сейчас, который висит у вас за то, что вы сумели уйти от них, да. Потрясающе, это все, конечно, потрясающе. А всего было 15 преследований, да, уголовных. Приговоров. Приговоров, да. Чудовищно, чудовищно. Я, честно говоря, знаете, как получается, мы живем все, вроде бы, я так резко перейду в другую сторону, потому что я вчера смотрел, естественно, чтобы понять вашу личность, да, я смотрел немножко совсем ваших интервью, и в одном интервью вы стоите у сожженной машины, которую вам подожгли, и я, ну, понятно, что это все такое случается, и в России случаются такие вещи, но я себя поймал на том, что картинка сзади, которые, вот, дома, улицы, люди, которые там ходят, она настолько похожа на российскую картинку, что, в принципе, мы понимаем, что мы все из одной, из одного и того же места на самом деле, то есть из одной каши, да, не удалось ведь так, понимаете, когда вот, если показывают картинку, скажем, из Чехии, да, где мы сейчас живем, ощущение было совсем другое. Я понимал, что это какая-то чужая земля, или тем более в Германии, да, люди сразу познают, да, это вот там где-то за границей, это другая территория. Но когда я вижу картинку из вашего города, я понимаю, что это все одно и то же, это весь Советский Союз, который чудовищный, в котором мы жили все, да, и все, в общем-то, мучились от этого. И я подумал сразу, что, наверное, вот эта связь, которая осталась у нас на уровне запаха, на уровне ощущения, на уровне зрительного, она ведь важна, да, понятно, что все мы разные, кто-то грузин, кто-то чеченец, кто-то казах, кто-то русский, но сохранить вот это вот наше понимание некоторых вещей, наверное, важно для того, чтобы добиться лучшей жизни для всех, да. Если мы все время будем вставать в позицию защиты только собственного, вот, собственно, особенно, как это делают русские, да, мы русские, русские, мы вперед, то ведь мы никуда не продвинемся, и себе сделаем хуже. Сейчас вот в связи с этим приговором чудовищным Навальному, да, и то, что его уже все реально закрыли, отрестовали, вам это, наверное, тоже как-то должно быть... Особая знакома, да, понятно. Я подумал, что, ну ведь, если бы Навальный вышел и сказал, вот просто, ну что его останавливает, выйти и сказать, ребята, вот он обращается со своим сторонником, у него много сторонников, в том числе и за границей, и сказать, ребята, ну мы, русские, должны быть вместе со всеми остальными народами, мы все одинаковые, у нас одни и те же дома, одни и те же машины, одни и те же магазины, мы одинаково по-прежнему разговариваем. И один этот же враг, Кремль, на самом-то деле, да? Но Навальный упорно молчит и не говорит этого. И вот это меня вызывает большое сомнение, не то что в его личности, он героический человек, который поставил свою жизнь на карту в борьбе с этим режимом. Но почему он это не делает, я не понимаю. Конечно, есть объяснение очень простое, что это просто политическое действие для того, чтобы привлечь максимальное количество сторонников. Если он скажет, я за свободу Ичкерии, Чеченской республики, то, наверное, много людей отвернется от него и сказать, нет, 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 нам такой не нужен, мы русские. Есть какое-то просто недопонимание, если было бы интервью между вами и, например, его командой Волковым, ну, допустим, да, там, кто там есть еще, возможно, в принципе, ваши идеи бы дошли до цели. Может быть, недопонимание пока что, может быть, тоже вариант. Я очень надеюсь, я очень надеюсь именно на это. Именно поэтому мы с Инной, вот когда был сейчас митинг в поддержку Навального в Праге, написали плакат, что первое, что должен сделать любой президент России, который придет в власти на место Путина, это признать независимость Чеченской республики Ичкерия, вернуть земли Грузии и вернуть земли Украины. Ну и, соответственно, не скалиться и не строить планы на соседей, да, в том числе и на Казахстан. Мы уже чувствуем, что в воздухе пахнет этим. Вы вчера смотрели интервью, которое вы брали у вот этого депутата, Федорова, да. Ну, действительно, вы правильно писали, что это просто больной человек. Потому что его, вот эта софистика, которую он пользуется, да, это вот такое наводить наведение тени на плетень, попытка что-то объяснить непонятно что. Мне кажется, он сам не понимает, что он объясняет. Потому что там нету здравого смысла. Там запутанное, где-то он, видимо, подслушивал, услышал. Вот интересно, как вы думаете, это идет из какого центра? Понимаешь, что он не генератор этих идей, это видно. Потому что этот человек, ну, дерьмо человек вообще, честно говоря. Вот видно сразу. Ну, так у них же не хватило даже элементарной смелости защищать свои принципы. В 91-м году они на стороне КЧП так и не выступили. Он прятался где-то там в подворотне и пытается объяснить, почему он не оказался, скажем так, в Москве в рядах ГКЧП. Да они-то вообще все спрятались. Я же помню прекрасно, как все это происходило. Дело даже не в этом, а в том, что в этом интервью, на самом деле, у меня были смешанные чувства. Он вызывает, конечно, ну, клоун настоящий, да, с одной стороны. А с другой стороны, это не смешно, потому что он депутат, я очень извиняюсь. И он принимает законодательные решения, да. И от него очень многое зависит. И это вообще такой кощунственный настрой априори. Вы ему говорите, а вообще назовите хоть одну причину, по которой мы хотели бы быть с вами, с русскими, да. И в этом же вопросе все на самом деле. Потому что этого пункта нет на самом деле. Вы же правильно подняли вопрос. Нет этого пункта. Никто не хочет быть с русскими, с Россией. Никто. И его это кощунственное нет. Мы вас всех облагодетельствуем опять. Давайте все опять вот этот Советский Союз, который, оказывается, никогда не распадался. Это и сюрреализм одновременно. А с другой стороны, это совсем даже не смешно. Потому что уже 300 тысяч чеченцев мы имеем, 15 тысяч украинцев мы имеем. Сколько грузин мы имеем убитых. И сколько еще будет убитых из-за таких вот подонков. Поэтому вам огромное спасибо за это интервью. Спасибо. Я просто вспомнил момент в этом интервью, когда я ему задал вопрос. Вообще у вас сколько в России занимает процентов от мирового богатства по месторождениям? Он сказал 30 процентов. Я говорю, а сколько вы имеете по экономике от ВВП мира? Пол процента. Так вот я говорю, если вы не можете воспользоваться своими богатствами, и вы экономические банкроты, вы в 20 раз ниже, чем ваше богатство. Чего вы хотите предложить? Что вы можете предложить? Мне легче присоединиться к Сингапуру, к Тайване, которые без месторождения, без ничего, имеют огромные богатства. Что вы можете предложить соседним народам? И потом, когда он ссылается на... Вот я его спросил такой вопрос. Если вы считаете, что Советский Союз незаконно распался и так далее. А вообще Российская империя законно распалась? Октябрьская революция была законная? Он говорит, незаконная. А Советский Союз тогда тоже незаконный? Нет, законный. А почему? Потому что было узаконение. Я говорю, через что? Через референдум. Я говорю, стоп, стоп. А когда был референдум по узаконению Советского Союза? Он говорит, где-то в 20-30-х годах. Я говорю, до 91-го года не было вообще никакого референдума. То есть человек абсолютно не знает вообще ни истории, ни конституции своей страны. Потом, когда перешли к референдуму по закону о референдуме, я его спросил. Вы знаете, что при выходе, например, Российской Федерации из Советского Союза, она обязана предоставить право референдума для всех республик Российской Федерации? Для Башкирии, Чечни, Якутии. Вы готовы в этом случае согласиться с референдумом этих республик? Ведь от вас же ничего не останется, если все республики получат право референдума. Они просто выйдут, не знаю, как черты с табакерки. Знаете, давайте остановимся на этом моменте, я потом вернусь к тому, что хотел спросить до этого. Вы знаете, наверное, заметили, что мы занимаемся очень много вопросами Чеченской Республики Ичкерия. У нас много друзей чеченцев. И нас очень сильно беспокоит этот вопрос. Вы как юрист, как человек, который этим явно занимаетесь, присните, пожалуйста, для наших слушателей. Во всяком случае, в Чечне не проводилось никакого референдума по диноксации предыдущего референдума. Забудем про их иерархию просто в силу каких-то захватов. Это два соседних народа, которые должны уважать друг друга. И если они хотят жить совместно, один народ должен предложить другому такие условия, на которые второй народ добровольно согласится, и это будет оформлено, опять же, референдумом. Но ни референдума, ни политического какого-то подарка, не знаю, какого-то предложения, от которого было бы сложно отказаться, предложено не было. То есть на самом деле русские держат чеченцев в своей тюрьме, как и другие народы. И вот интервью с Федором четко показывают, Москва и не думает нормально сесть за стол переговоров, чтобы добровольно какой-то создать союз. Как Европейский союз, когда по капле, по капле предлагали и шли навстречу к союзу, и потихоньку этот союз укреплялся. Это действительно добровольный союз. Почему Россия не может по этой модели хотя бы себе, на мгновение задать себе вопрос, а почему бы нам, если воссоздавать Советский союз, условно говоря, почему бы нам не предложить такие условия, на которые даже Таджикистан, Туркменистан, не знаю, кто еще, может быть, Монголия, может быть, не знаю, там, Афганистан согласились бы войти в состав такого союза. У них такой мысли даже на мгновение нет. Отсюда все через силу, через насилие, через угрозы, через какие-то суды абсурдные. Отсюда все проблемы. Мы не видим в России друга и союзника. Мы видим насильника, который хочет всех нас обратно в тюрьму. Говоря юридическим языком, что сейчас происходит с Чеченской республикой Эчкерии? То есть получается, что независимая республика, независимое государство захвачено? Как это можно назвать юридически? Протекторат? Как? Ну, как угодно, там, доминион, колония, аннексия, захват, присоединение. А как можно добиваться независимости? Вот все-таки не эмоционально, как мы все время делаем, да? А вот юридически, как она может добиться все-таки этого признания общественного мира? Я думаю, что это все будет, фактически произойдет после, ну, элементарно, в результате распада Российской империи. Вот я вчера объяснял, тоже давал интервью, я просто говорил, казахам просто больше повезло, чем чеченцам, бурятам, татарам, потому что мы оказались с краю у ворот чревенной стены. И когда распадалась тюрьма, нам просто повезло. А вот татары, башкиры, чеченцы, они оказались во внутренней тюрьме. Вот в любой колонии, я, например, сидел в колониях, внутри колонии есть еще внутренняя тюрьма, ШИЗО. Вот просто-напросто все вот эти народы Чуваш и так далее, они находятся во внутренней тюрьме. Когда упала стена внешняя, внутренняя стена осталась, и они забаррикадировались, и запретили выходить этим народам на свободу. И татары, и башкиры смотрят на казахов просто, на счастливчиков, которым просто повезло. Мы не хуже, мы не лучше. Мы и не хуже русских, и не хуже англичан и французов. Мы, если бы мы жили бы, вот смотрите, как британцы ведут себя. Они, когда фактически разрушали Британскую империю, потом она превратилась в содружество, доминионы. Они же превратили в другие страны, бывшие колонии, в страны, которые хотят быть ближе к Британии не в силу каких-то насильственных факторов, а в силу очень выгодных каких-то экономических контрактов и так далее. Вот этого Россия не понимает, и она до сих пор, мне кажется, действительно, недоумение шовинистов, почему к ним не тянутся, почему от них убегают. Они искренне недоумевают, почему от них убегают. И вот мы живем на разных планетах, и это действительно огорчает. А что сейчас с этой точки зрения угрожает Казахстану? Потому что из вчерашнего разговора все равно не было ясной мысли, что же она задумала по отношению к Казахстану. Собирается ли она использовать эту пятую колонну казачества, пятую колонну русскоязычного населения? Что сейчас реально может угрожать Казахстану? Ну, Северный Казахстан действительно находится под угрозой. Сценарий будет примерно Крым, Крым-2. То есть фактически речь идет о том, что... Смотрите, вот я просто вам перечислю в военном отношении. Я же занимался и военной проблематикой этого вопроса, и я работал уже на Совет безопасности в Казахстанском институте стратегических исследований. Был основателем сектора по русскому миру за 14 лет до войны с Украиной. И вот смотрите, в Западно-Казахстанской области сухопутных войск нет. В Павлодарской области сухопутных войск нет. В Североказстанской области сухопутных войск нет вообще. В Кустанайской области сухопутных войск нет. То есть нет там, не то что бригад и дивизии, там нету полков и нету батальонов, нету рот, нету взводов. Нету, тоже в Акмолинской области нету, бывшая Кокштауцкая область. Нету в пяти регионах, приграничных к Российской Федерации нету войск. В то же время на той стороне кто находится? Находится 2-я танковая армия Самара-Оренбург. Это прилегает к Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кустанайской областям. В 2010 году на день рождения Назарбаева, который приходится на 6 июля, Путин подписывает указ. Он был подписан, потом он позже стал рассекречен. На день рождения Назарбаева Путин сделал подарок. Из Сибирского округа в центральный военный округ, который напрямую нацелен на Казахстан, была переподчинена 41-я общевойсковая армия. Со стороны Западного Казахстана к нему примыкают две армии. 8-я гвардейская танковая армия и 58-я кавказская армия, которая хвостом находится на Астраханском регионе. То есть практически у нас самая главная опасность – это 2-я танковая армия и 41-я армия. Против них практически нет войск. Эта ситуация напоминает, опять же, я как международник могу напомнить, Венгрия 56-го, Чехословакия 68-го, Польша 80-81-го годов. Вторжение происходило в таких условиях, когда Чехословакия и Польша все свои войска сосредоточили на границе с НАТО, на границе с ФРГ и так далее, с Австрией. И вот, получается, восточную часть, как бы свою попу, они оставили голой, потому что они не рассчитывали, что союзник, Советский Союз будет в торгаться в них. И наоборот, Польша президент-генерал Войцех-Ярызельский сосредоточил на восточной стороне и в Варшаве, в направлении Москвы сосредоточил 8 лучших гвардейских польских дивизий. И министр обороны СССР Брежневу докладывал, что невозможно вторжение, потому что 8 гвардейских дивизий просто окажут такое сопротивление, которое даст возможность всей остальной польской армии быстро мобилизоваться, передисталцироваться и оказать яростное сопротивление. То есть в этом отношении войск в Ярызельске оказался чуть-чуть более дальновиднее, чем другие, чем поляки, чем чехи и венгрии. В этом отношении мы находимся в такой же ситуации. 30 лет никакой подготовки какой-либо... Хотя я говорю уже, на 2000 год я осознавал четко, ясно и писал докладные записки о том, что есть прямая угроза вторжения России в Казахстан. Большая угроза. Но с другой стороны, давайте рассмотрим такие моменты очень важные. Что произойдет, если это случится, не дай бог. Во-первых, мусульманский мир отреагирует. Отреагирует тюркский мир, начиная от Турции, которая сейчас фактически в Карабахской войне, выиграла войну против России. Потому что Россия готовила армянскую армию, технику, обучала ее в своих училищах, военных вузах и так далее. В этом отношении на сегодняшний день Турция превосходит по многим показателям российскую армию. И ее помощь будет интересной. Китай не останется в стороне. Следующий очень важный момент. Турция является членом НАТО. США рассматривают Казахстан в какой-то степени, пока что вяло, как некая возможность плацдарма, некий механизм противодействия и России, и Китаю. Проблема для того, что... Еще такой момент. Россия будет оторвана от своей 201-й автострелковой дивизии в Таджикистане. Она будет оторвана вообще от всей Средней Азии, потому что Казахстан занимает монопольное положение от Каспия до Китая. И в этом отношении Средняя Азия теряется. И вообще 90% Казахстана будет потеряно, даже если они захватят Северный Казахстан. В целом это будет угрожающая, просто катастрофическая ситуация для русской диаспоры в Казахстане. Для всей славянской диаспоры. Это будет проблема. Ну и потом Северный Казахстан может превратиться просто элементарно в Донбасс-2 по своим руинам, по миллионам беженцам и так далее. Это будут разрушенные дома, детские садики, больницы. Кому это надо? То есть, в принципе, сами русские Северного Казахстана должны осознать элементарно, что да, их, во-первых, стало очень мало за 30 лет, а во-вторых, просто элементарно они видят примеры разрушенного Донбасса. И надо ли им это? Поэтому половина русских будет абсолютно агрессивно относиться к вот таким вариантам Донбасс-2 или Крым-2. Как специалист по международному праву, видите ли вы хоть какую-то надежду для Грузии, для Украины вернуть свои земли? Или международное сообщество поведет себя так, что оно заморозит навсегда эти конфликты? И либо международное сообщество все-таки заинтересовано в том, чтобы вернуть целостность этим странам Украины и Грузии? Ну, даже если, условно говоря, Россия поменяет свой режим, там возникнет демократия, и она прекратит помощь, допустим, для Абхазии, для Осетии, для Донбасса и так далее, в любом случае, мне кажется, это очень долгий конфликт, потому что тут еще упирается в роль сложных отношений между грузинами и абхазами. Грузины, многие считают абхазов, там, чуть ли не частью грузинской нации, абхазам это не надо, то есть здесь уже независимо от такого возникает момент, осетины и так далее. С Донбассом легче, но и то, Донбасс может превратиться, вот знаете, как в свое время Германия делилась, там, на ФРГ, ГДР и Австрию, да, а еще дополнительно там часть Франции или часть, допустим, Дании. То есть тут момент такой, что Донбасс будет неким квази-Австрий, который будет как бы второй Украиной, непонятно что, полуобрусевшей и так далее. Это нечто похожее между Эльзас и Лотарингия, между Германией и Францией. Тоже может быть такой, знаете, долготекущий конфликт, который будет исчерпываться долгими экономическими отношениями, и потихоньку он уляжется, и в какой-то степени начнется добровольное воссоединение, как это происходило между ГДР и ФРГ. Все зависит от того, какая страна будет экономически успешнее, насколько она покажет пример для своих соседей. Вот это немножко уже... То есть Москва взорвала эту ситуацию, и просто так в один день отказом от помощи Донбассу эта история просто так не закончится. То есть она ее взорвала, и это действительно руины, которые надолго останутся. Да еще и рубцы. Рубцы в сердцах обоих сторон, которые воевали с друг другом. Это же похлеще гражданской войны. Вспомним, как это было в гражданской войне в России это было. Тоже ведь белый и красный, как это надолго все это улегалось, лет на 70. Это очень большая проблематика. Вы так сейчас довольно подробно рассказывали политические составляющие всего этого процесса. Там по-разному. Есть разные на это взгляды, в том числе и на Ерзельского. Но я не буду сейчас на этом останавливаться. Меня интересуют больше люди. Вот люди, которые живут сейчас в России. Их же как-то убеждают. С ними же кто-то работает. Им же преподносят. Ведь невозможно заставить людей думать, если они сами так не думают. Я понимаю, есть пропаганда. Но пропаганда использует определенные какие-то клише, штампы. Использует определенные ходы, чтобы достучаться до сердца россиянина. Чтобы он на самом деле поверил, что в Украине фашисты, что в казахи националисты и так далее. Вот если мы вернемся назад к Советскому Союзу. Ведь русские люди, я просто помню все это время, поэтому и говорю об этом сейчас. Прекрасно признали, что Грузия является независимой страной. Ведь никто же не говорил, что Грузия это наша. Я не говорю о Прибалтике. Прибалтика ушла. Вы только что сами рассказывали, что это было даже признано Советским Союзом, ее выход. Но вот Грузия. Страна, которая была очень близко России. Но россияне согласились и сказали, ну да, грузины независимая страна. Но они почему-то внутри себя ни за что не согласились, что Чеченская Республика – независимая страна. Вот в чем здесь казус? На каких нотах играет пропаганда, на каких нотах играет российская власть? Как она сумела развести эти две истории? То есть, что Грузия может быть независимой страной, а Чеченская Республика ни за что не может быть. Вот вы понимаете этот механизм, как они действовали? Вам всерьез заняться французской проблематикой, французско-алжирской проблематикой. Это же прямо в один-в-один история. Причем, если вы помните, Алжир с Францией очень долгое время, даже в кухонных разговорах, называла всегда второй Францией. Вот этот вариант второй. При этом Россия никогда не называла Чечню второй Россией. То есть, в этом отношении Франция даже имела более глубокие отношения с Алжиром, и более болезненный был разрыв. Вы помните, сколько было терактов против Шарля де Голля? Это все именно основано вот на этой истории. И когда мы, а ведь об этом очень много напечатано в Европе, во Франции, именно вот эти болезненные человеческие клубок, как он разрывался, через это очень будет легко понять менталитет россиянина в Кремле, во власти, как они мыслят, почему. И помните вот этот тезис знаменитый, что если вдруг мы Чечню упустим, то за этим последуют все остальные, что мы потеряем все остальные республики. Их надо держать в ежовых рукавицах, их надо держать под плеткой. И сегодняшний просто юридический момент очень важный. С 2007 года запрещены, может быть, вам в Чехии об этом не так сильно известно, запрещены национальные школы во всех республиках Российской Федерации. Я сейчас общаюсь на протяжении 10 лет, беру интервью с творческой интеллигенцией, с языковедами, с просто национал-патриотами разных республик, и они мне все время говорят об одной и той же дате. Вот у них закрыли национальные школы, им запретили говорить на родном языке, общаться, обучать и так далее. Это же огромнейший фактор, мощнейший фактор. Посмотрите на кадровую политику Советского Союза и России в республиках. Вы никогда же не увидите начальника ФСБ в Якутии и Якута. Вы никогда не увидите начальника ФСБ в Бурятии и Бурята. То есть это такой откровенный шовинизм, расизм, недоверие, когда они не хотят элементарно в любые силовые структуры. Я не говорю про ФСБ, там еще можно про суды, про полицию, про МВД и так далее. Тем более я говорю про воинские части, там командиры воинской части никогда не увидите в Татарстане, чтобы это был татарин. То есть на самом деле Кремль относится ко всем народам, которые его составляют, Российскую Федерацию. Даже название Российской Федерации, она вообще потеряла на сегодняшний день смысл. Она относится к этим народам как, знаете, как к врагам, которые готовы разорвать его родину, хотя она на 95% состоит из территории этих коренных народов. Но на сегодняшний день их топчет и топчет. В Дагестане нет ни одной национальной школы. Я удивился. Боже мой, это же солянка, самая такая, да? Такая вторая солянка была во всем Советском Союзе. Это Горный Бадахшан, памирские народы, там 15 народов. Тоже здесь примерно 15 народов. Даргинцы, аварцы, лесгины, те же самые, нагайцы, кумыки и так далее. Их очень много, но Россия относится к ним как к врагам. Даже если помните, Казахстан был, по сути, наверное, одной из немногих союзных республик, которая вышла из статуса автономной республики Российской Федерации. И она на протяжении, вот с 36-го года, как она стала союзной республикой, до 91-го года отношение к ней было все-таки как к автономной республике. Я посчитал, из 18 руководителей Казахстана 15 были из Москвы. Вы не ответили мне на вопрос предыдущий все-таки, потому что я хотел ваш взгляд, понимаете, это очень важно для русских, почему в их голове Грузия или Армения, да, это свободные страны, имеющие право на независимость, и они это признали в 91-м году в своей голове, да? Я понимаю, если бы отделилась Новгородская республика от России, да, помня все, что там сотворил Иван Грозный, да, и они сказали, мы не хотим с русскими больше быть, мы вообще не те русские, да, и мы ушли. И русские бы, московские, да, московские русские, они бы были против, потому что они говорят, да нет, мы единый народ, у нас единый язык, мы вообще русские, мало ли, что там Иван Грозный творил, да, но вот мы не хотим, да, распада нашей страны. Я это бы еще понял, хотя у новгородцев очень много оснований выйти. Или как у нас было в Питере, да, желание отделиться от Советского Союза и потом от России, да, тоже, ну, слушайте, сепаратизм, я не к тому, что я за это, но я к тому, что это было бы, да. Ну, когда чеченцы, которые ментально нерусские, у которых язык нерусский, традиции, вера, ну, скажите, ну, все нерусские. Почему русские считают, что они не имеют права? Я думаю, учебник шестого класса российской школы даст ответы на многие вопросы. Дело в том, что история народов самой Российской Федерации, вообще Евразии, оно закладывается именно вот в пятый-шестой класс, когда речь идет о народах Российской Федерации, об их истории и так далее. Когда закладывается русскоцентричный взгляд на всю историю, что русские, ну, чуть ли не единственные нации, а остальные что-то по боку, а тем более народы, которые живут внутри Российской Федерации, это, ну, не знаю, какие-то пасынки, ответвления непонятные, просто какая-то историческая ошибка, когда это все закладывается в школьные учебники, когда эти народы никто, и их историю, их культуру никто не изучает и не считает нужным. Ну, вот вам и политика, что Советского Союза, что Российской Федерации, шовинизм, который продиктован, пронизан практически через все, посмотрите на телевидение Российской Федерации, вы там что-нибудь услышите за 10 лет о кумыках или о якутах. То есть в этом отношении, когда постоянный поток информации, неважно, даже мы не будем здесь различать зомбоящик или интернет, все СМИ, практически о народах Российской Федерации, как таковых, сегменты, сегменты отсутствуют просто элементарно в этом информационном потоке, о них ничего не известно. Рядовой житель Ярославской области или Костромы, он ничего не понимает, в чем отличается бурят и демпера от тувинцев и так далее. То есть это полностью откровенный, большой, огромный шовинизм, и это откладывается на протяжении 70 лет среднего статистического россиянина в головах, и отсюда недоумение, а кто вы? Вы что? Ну, слово «нерусский» — это обычное понятие и так далее. Я когда приехал в Россию поступать в Сыгловский юридический институт, первая встреча моя была на остановке, я в очередь встал на улице. И интеллигентная вида женщина, красавица такая, ну, видно, ну, не знаю, там, консерваторию закончила. А бабушка лет 70 назвала меня за моей спиной «черной». И когда я… понимаете, когда… одно дело, когда рабочий, сантехник эти вещи там проговаривает, и это иногда слышно было, но когда говорит «чуть ли не профессорша в мой адрес», а я в очках, я интеллигентный мальчик, стою, и вот эти вещи пронизаны. Вот вам природа, понимаете? То есть, в принципе, никакой информации эти люди, они бедняги, они не получают нормальной, адекватной информации обо всем. И у них русско-центричный взгляд. То есть, мы можем сказать, что в 91-м году люди не поменяли своего отношения по этому вопросу. То есть, ничего не произошло. Мы не можем говорить, что пришел Путин, началась пропаганда, люди стали думать так, а в 91-м они думали о свободе. То есть, эта линия имперская, она никогда не прерывалась. И это понятно, что она пошла вверх сейчас, мы понимаем. Но меня волнует тот момент, когда напали на Чечню, когда напали на независимую республику. 94-й новогодняя ночь. Если вы про Чечню говорите, вспомните даже элементарно момент переселения, 44-й год. Конечно. Вот смотрите, а здесь с чего началось? Началось всего с того, что к Сталину пришел начальник разведки по южному направлению, по Кавказу, по Турции. И он показал ему публикацию журнала в Турции, где показана карта тюркских народов. Просто элементарно карту он увидел, и он ужаснулся тому, что тюркские народы могут как-то быть связаны с Турцией и так далее. Это была война, среди войны ожидали войну с Турцией все время, все эти пять лет, четыре года. И все, в один день сразу же чеченцев, ингушей, кумыков, карачаевцев, полкарцев, нагайцев, турков, месхетинцев из Грузии. Всех в один день быстренько отправили. То есть, насколько нужно было быть... Ну, шовинизма должно было быть. То есть, шовинизма было настолько с избытком, что на волне этого шовинизма легко было принимать решение о выселении огромного количества людей со стариками, больными, женщинами, и их в пути не кормить, чтобы можно было их затравить и уничтожить по пути. А ведь просто, знаете, как даже элементарно, мы – союзная республика, да? Вот о чем можно говорить про теченцев, если я просто вам приведу, процитирую один момент очень важный из истории Казахстана, когда был голодомор, про который Инна меня спрашивала до эфира. Вот смотрите, очень важный момент. Спрашивает Рыскулов, так, вот смотрите, история такая. Зиновьев, ну вы помните, да, ближайший руководитель при Лени, он говорит, надо признать, что агенты советского правительства в Туркестане обижают туземных крестьян, отнимают у них земли, смотрят на них, как на низшую расу. Или другой, например, Турар Рыскулов говорит, что Таболин, один из руководителей Октябрьского переворота в Туркестане на заседании Туркестанского центрального спонтанного комитета, заявил прямо, откровенно, что казахи, как экономически слабые, с точки зрения марксистов, все равно должны вымереть. Поэтому для революции важнее тратить средства не на борьбу с голодом среди казахов, а на поддержку лучших фронтов. То есть вот вам отношение к низшей расе. И когда мы это все прослеживаем, к сожалению, действительно, помните, когда публиковали 20-й съезд по Сталину и так далее, была какая-то попытка очищения, когда публиковали все архивные материалы. До сих пор Россия не очистится, пока она не сама не инициирует энциклопедию русификации и колонизации народов. И когда она это прочтет, она немножко чуть-чуть... Вот помните, как немцы ужаснулись после Второй мировой войны, что происходило в концлагерях? Пока этого не произойдет, они не смогут излечиться от нацизма. Точно так же русские не смогут излечиться от шовинизма, которым им пихали в десятилетие. К сожалению, пока не произойдет разоблачение концлагерей Бухенвальда, как в Германии, в России этого точно так же исторически не произойдет. Но это же замкнутый круг получается, потому что в случае немцев понятно, что американцы заставляли. Это была американская инициатива деноцификации. Если мы, вот Инна, вы, мы, казахи, украинцы, прибалты, если мы просто соберемся вот эти 15 народов, и русские внутри Российской Федерации, и буряты, и татары, не создадим интернет какой-то ресурс, где сможем собрать ученых и создать единую энциклопедию колонизации и русификации других народов. И это все рано или поздно, шаг за шагом. 10% русских, завтра 20% русских, послезавтра 30%, и это все будет раскапываться и знакомиться, и так далее, это будут очень сильные академические ресурсы, обоснованные со всеми ссылками, со всеми архивными и так далее, отсылками, то тогда мы сможем без Кремля, без власти в Москве, сможем влиять через интернет. Вот такой мощный академический ресурс позволит шаг за шагом поменять. А как можно по-другому? А когда поменяется режим, будет легче. Этот процесс ускорится, тогда уже 40-50% россиян этот вопрос будет смотреть уже через учебники школьные, которые до сих пор пронизаны шовинизмом. То есть советские учебники лгали по многим моментам. И посмотрите элементарно, русские валенки, русская зима, все русское, русские березы. Мы читали где-то там в пустыне, допустим, Туркменистана или там, не знаю, на Дальнем Востоке ненцы, удыгейцы. Они все смотрят, и им нужно читать только про русскую березу, про русскую зиму. Значит, зимы у нагайцев нету там или у якутов нету. То есть когда все пронизано, и литература школьная, и школьная история, все классы, 5, 6, 7, 8 класс, они пронизаны вот этим русско-центричным взглядом. А как вы хотели? Разве это не шовинизм? А потом он просто сильнее углубился с каждым годом. Ирмей, подождите, мы сейчас перескачиваем с вами. Вы совершенно правильно говорите про советские учебники, и все абсолютно так и есть. Я говорю про 91-й год. Когда поменялась система, мы все знаем, что там осталось КГБ, перекрасилось. Но я не об этом. Я говорю, что на уровне пропаганды, на уровне Министерства образования, на уровне тех структур, которые влияли на сознание народа, была переписана заново история. И она была написана с позиции совершенно другой, с демократической. Я понимаю, что это был короткий период, но он был. Вот этот короткий период, он ведь тоже был смешан еще с другими шовинистическими вещами. Когда Солженицын написал, как нам обустроить Россию, где тоже практически проговаривалось. Он же первый же заложил в голову Путина вопрос про Северный Казахстан, что это Южная Сибирь, это русские земли и так далее. То есть, когда вот эти вещи проговариваются и не говорится, что на этих землях было сибирское ханство, столицей которого был, например, тот же самый Тюмень. Или, допустим, было до этого гуннское саки, гуны, хазары и так далее. Когда они скифы, саки, и когда не проговариваются, что это были тюрки и так далее. Когда не проговариваются археологические находки. Вот я просто пример приведу. Моя мама ученый-археолог. В 50-е-60-е годы было очень много раскопок, которые... Вот эти исторические факультеты Кусты, Найского, Павлодарского, Петропавловского института. Огромное количество артефактов до сих пор, и в советский период особенно, не производилась радиоактивная датировка элементарных артефактов. Вы знаете, да, датировка современная научная. То есть практически они в научный оборот не вводились. Был запрет. Вот как раз одновременно с выселением чеченцев, ингушей и карачаевцев, болгарцев, был дан приказ, было постановление. Если вы знаете, тоже датирован тем же периодом. Оно говорило о том, что запретить тюркские исследования, запретить связь скифов, саков, гунов с тюркским наследием. То есть практически турецкий пантюркизм или турецкий момент для Сталина был настолько болезненным, что он практически выокорчевывал. И вот в этом тоже был огромный отпечаток шовинизма, который закладывался уже целенаправленно в школьные учебники, в историографию и так далее. Запрещалось говорить о связи тюрков. Помните, как сжигались книги Алжаса Судеменова «Азия»? «Азия»? Посмотрите, слово о полку Игореве. Как, насколько это все, вот этот шовинизм продвигался везде, и везде было запрещалось, везде критиковалось, везде сжигались хиражи. Вот вам Советский Союз, и вот вам наследие Путина. Путин на этих учебниках вырос, и мне, я его не оправдываю, но я объясняю, что Путины выросли не на ровном месте. Вот смотрите, мы сейчас опять пришли по кругу, опять в эту же самую точку, когда мы говорим, что русские нас не слышат. То есть мы некое исключение с Андреем. Потому что я сама из Грузии, и Андрей тоже, ну, просто очень болезненно эту тему воспринимал, шовинизм имперского. Да, ну, потому что имеет свои субъективные причины, да. Так вот, когда мы говорим, что мы создадим, допустим, какой-то ресурс, да, где будем вот заниматься этим имперским, российским, русским шовинизмом, разоблачать его, и это будет действовать, опять-таки, на народы. Но на русских это не произведет никакого впечатления. То есть они это читать не будут, они будут внутренне сопротивляться. Потому что я все годы, свои сознательные, все 30 лет веду на уровне бытовом эти разговоры. Что Россия наделала, что Россия... Это русские, это не воспринимает. Я по своему опыту знаю. Оппозиционные люди. Спросите любого. Спросите любого человека здесь, вот даже в Праге, оппозиционного. Он не будет на этой теме говорить, он не хочет. Его волнует Путин вор. Вот движение Навальнистов, это он, да, всей душой, видно, что он прямо, вот, кровь у него кипит. Ну, как только скажешь, а теперь скажи что-нибудь про Ичкерию. Он говорит, о, сразу такие глаза испуганные. Боже упаси, боже упаси этой темой касаться. Да, они даже приближаться не хотят к этой теме. Это раз, что они не хотят. Другое дело, мировое сообщество, которое до сих пор тоже как черта боится распада, теперь уже России. Они боялись распада Советского Союза, а теперь боятся распада России. Нам говорила журналистка Петра Прохасского, что, ребята, пока у вас не выйдет много миллионов, много миллионов с требованием внутри России, Запад даже пальцем не пошибает, что он очень боится этих событий. И мало ли, да, я делаю интервью с Асланом Марцуем, где он мне рассказывает про войну. Их убили, 300 тысяч чеченцев убили. Он мне сидит об этом рассказывает в интервью, в фейсбук мне пишет, что это вообще как бы хейт-спич и блокирует меня, да. И говорит, что, ну, то есть наоборот, я разжигаю рознь. И вообще там от меня идут какие-то там нотки террористические. Понимаете, почему это? Я знаю, как вот это прорвать. Как вы думаете? Если мы берем, ну, не знаю, 200-летний период, хотя бы последние 200 лет, когда шовинизмом, пропагандой шовинизма занимались 200 лет, ну, наверное, очень сложно, скажем так, за 5 лет или даже за 30 лет этот вопрос порешать. Тем более у вас нет власти. И даже если Навальный придет к власти, который относится негативно к Чечне или Кавказу, там и к узбекам, и к гастарбайтерам, и азиатам и так далее, то в этом отношении ситуация в школьных учебниках не поменяется. И мы это должны тоже осознавать. Но с другой стороны, надо понимать, в чем были корни распада Советского Союза. И если мы это поймем, то мы поймем, что будет происходить, по каким лекалам будет происходить распад самой Российской Федерации. Это будет все-таки происходить за счет того, что будет некая демократизация все равно. который даст свободу для многих народов говорить, и говорить в том числе, говорить правду о Чечне, о Чеченской войне внутри Чечни, что до сих пор сегодня запрещено, и на Кавказе и так далее. И когда это не будет преследоваться ФСБ, когда люди будут свободно говорить и выходить на митинги, а митинги, хотя бы митинги памяти, митинги родственников погибших, и когда это все будет громогласно говориться, тут возникнет, помните, произойдет с Чечнёй нечто такое же, что произошло в Прибалтике. Ведь Прибалтика по сравнению с другими республиками Советского Союза была как бы свежей, свежим присоединением. И кровь своих предков, которые боролись за освобождение, она была еще свежа в памяти. Так что в этом отношении, при первой демократической волне в России, в Российской Федерации, на Кавказ будет собой представлять то же самое, что Прибалтика Советского Союза. И она в первую очередь уйдет, и в этом отношении остальные народы будут тоже говорить, а им есть о чем говорить и что вспоминать. Это русификация, запрещение родного языка в школах и так далее, и так далее. Кадровая политика, откровенно шовинистическая, промосковская. То есть в этом отношении Россия на сегодняшний день, просто-напросто Кремль закладывает сегодня мину за миной, замедленное действие, которое рано или поздно взорвутся, и 1991 год Россию снова ждет. И Россия, вот русские, когда они будут снова думать, а почему же распалась вновь Россия, вот тогда многие русские будут воспринимать тот ресурс, про который мы говорим, там целый шлейф исторических исследований, они как раз в них и будут находить разгадку, почему Россия дважды проиграла. Это замечательные слова, и очень хотелось бы, чтобы было так, как вы говорите. Но я вам напомню, как было на самом деле. То есть когда вышла Прибалтика, и когда все кричали «Ельцин, Ельцин», вы помните, там было почти полмиллиона человек, да, людей. И буквально через два года, когда Ельцин вел войска и стал убивать чеченцев, не вышел никто. То есть на волне демократизации, на волне признания все тех же опять-таки республик и свободы той же Прибалтики, я лично выходил на Невский, стоял с плакатом «Кровь литовцев на наших руках». Я все это понимаю. Но когда ввели войска, и стало, было гораздо страшнее, чем история Вильнюси, да, это чудовищное нападение русских солдат на Телецентр, мы все это очень хорошо помним. Но не поднялось в русском народе ни малейшего протеста против, да, там было несколько правозащитников, которые всегда и были правозащитниками, которые защищали чеченцев. И все. Нету в русском народе этого. Это намного сложнее, это намного сложнее история. И знаете, разгадка, наверное, в ответе Шведа, который отвечает на вопрос, почему Швеция стала сегодня такой успешной? Потому что мы освободились от своего имперского наследия. Мы стали заниматься самими собой. И когда русские будут заниматься собственной русской частью России, они станут свободными. Рабовладельц, он такой же раб, потому что его связывают вот эти рабовладельческие цепи. Когда он перестанет быть рабовладельцем и станет заниматься экономикой своей, своей культурой, своей землей, своей погибшей землей, не черноземья, вот тогда она и расцветет. А пока на сегодняшний день она просто надсмотрщики рабовладельц в одном лице. Когда самый простой сантехник русский в Бурятии олицетворяет себя с большой какой-то царственной нацией, которая имеет право глумиться и оскорблять в очереди и где угодно рядового Бурята или Якута, или даже министра Якута, считая себя сантехника, выше, чем якут-министр. И такие факты многочисленные. То есть вот он. Просто на самом деле, я думаю, это огромная трагедия и большая проблема самой русской нации. Позвольте, я еще вам задам вопрос. Я его хотел в самом начале задать, потом мы перескочили. Скажите, мне очень интересно, вы просто давно занимаетесь этими проблемами, и как вы думаете, вот такой клоун, как депутат Федоров, он ясно, что он эти смыслы сам не рождает. Он где-то там подслушал, услышал, в Думе, еще где-то. Там где-то кто-то там болтает, разговаривает. А кто, вы думаете, генерирует эти смыслы? Вот есть какой-то узкий круг вокруг Путина? Или, как вы думаете, это устроено? Вот откуда идет вся эта гадость, самая страшная, вот эта мразь, вот эта вот, которые они, они же явно крутят эту идею воссоздания Советского Союза. Он же просто болтает, но в его болтовне, он даже неосмысленно многие вещи говорит, но в его болтовне все время проскальзывает волна, которую он все время подымает, подымает, гонит эту волну, что Советский Союз вернется, мы его восстановим, мы его восстановим. Кто генератор на самом деле? Как вы думаете? Федорова, Жириновский, Никонова, это всего лишь верхушка айсберга. И было бы наивно полагать, что это просто какое-то недоразумение. На самом деле, я все время говорю, толща идет из школьных учебников, из авторов, из идеологов, которые пропитывали и пропагандировали это на протяжении даже не десятилетий, а столетий. И в этом отношении, конечно же, вся ФСБ, это клака шовинизмов, которые, вот допустим, там 100 человек ФСБшник в Бурятии или 100 человек в Якутии, это все волкодавы шовинизма, у которых задача одна, утопить в репрессиях любой росток национального самосознания в Чечне, в Ингушетии, в Чувашии и так далее. Это все произрастает от того, что есть Кремль пропитанный шовинизмом. И когда Федоров в этом болоте купается, естественно, он слышит, что сказал приближенный Путина, приближенный, допустим, второго, третьего, четвертого, и когда он видит, что это мнение власти, он как городской сумасшедший, говорит какие-то не сразные вещи, но он говорит, он передает мнение власти. И Жириновский тоже все эти вещи, и Никоновы. Ведь не зря Федоров и Никонов это именно члены правящей фракции «Единая Россия». То есть в этом отношении это просто болтуны, которые пробалтывают то, о чем не хотят говорить, но что задумали. Вот я все время говорю, Жириновский говорит только то, что Жириновский говорит, это в голове у Путина. Вот помните по пословице, что у пьяного в голове. Так вот, в этом отношении я не зря говорил, что указ Путина на день рождения Назарбаева с передислокацией, с переподчинением на казахское направление, на направление Астаны 41-й армии, это было начало формирования письменного документального приказа со всеми планами по оккупации Северного Казахстана. Датировано оно 6 июлем 2010 года. За 4 года до войны в Украину. То есть вообще на самом деле Северный Казахстан должен был быть по плану раньше, чем Украина. Просто события на Майдане, события с вот этими страхами, они получается поменяли очередность. Все вот эти моменты очень важны. И если мы понимаем, что Федоров, Никоновы, они лишь отголоски того, что происходит там, становятся еще страшнее. Потому что гораздо страшнее те люди, которые не говорят, которые не пробалтывают, которые молча готовят, и потом в неожиданный момент это все на самом деле, условно говоря, Кремль должен был бы наказать Федоровых, Никонова за то, что они пробалтывают заранее планы. И это страшнее. А что вы думаете, ну, кто, пример, Патрушев, да, вот как они собрались в бане, или где они там на корте теннисном, где они, сколько их? Ведь смотрите, то, что говорят Никоны Жириновские, это ведь всего лишь, не знаю, там, один процент страшной правды о том, чем говорят в бане. Да, ну, кто эти люди, вы представляете себе этих людей, вот, кто этот центр принять эти решения? Ну, Путин, предположим, да, Патрушев, ну, кто там еще? Министр, там, не знаю, начальник генерального штаба, да? Ну, есть у разведчиков такое понятие разведпризнак, косвенный признак, по которому, в принципе, можно догадываться о тех или иных вещах. Вот, Путин очень хвастался тем, что гордился, что Солженицын не принял Ельцина, но принял Путина. И Путин по многим признакам был в восторге от статьи как раз как обустроить Россию по поводу Северного Казахстана. И это все легло в души молодого Путина, и оно прозрастало все вот эти десятые, нулевые, двадцатые, тридцатые годы. То есть, в этом отношении он осуществил план там, не знаю, по Украине, по Кавказу. И на сегодняшний день, перед тем, как окончательно уйти в мир иной, для него сегодня идея и фикс поставить точку по Северному Казахстану. И это будет для него главной жирной точкой для того, чтобы потом поставить себе нерукотворный памятник, которому не зарастет тропа в школьных учебниках, о том, что вот он собиратель русских земель, и если он не сделает этого, то и грошем будет цена. Поэтому Северный Казахстан для него сегодня должно быть аккордом заключительным. И это очень важно понимать. и с другой стороны это может стать как раз началом распада Российской Федерации, потому что множество тюркских народов внутри России, множество мусульманских народов, множество вообще народов, которые хотят избавиться. И само по себе то, что Казахстан, если выстоит в этом противостоянии, не дай бог, само по себе это даст толчок к освобождению многих народов российской тюрьмы. И кроме того, надо помнить, что чеченцы, ингуши и другие народы, они были внутри Казахстана в ссылке, и они помнят добро казахского народа, и они многие говорят, что Казахстан наша вторая родина. Очень много моментов, когда чеченцы отказываются на соревнованиях боксировать с казахами, просто потому, что это настолько эмоционально непонятно для многих, как это может быть. Это спорт, боксируй, отказывается. Известная легенда среди чеченцев, послушайте эту легенду, когда чеченцы хоронили своих соплеменников, им было запрещено хоронить на кладбище. И они, вот запретная была граница, проходила по реке, и в реку, в холодную реку заходили казахи, и ждали, пока к ним поднесут чеченцы со своим гробом, и они на пути брали этот гроб, и несли его уже по запретной для чеченцев территории, и несли на кладбище и хоронили. И вот это чеченцы помнят. Они чеченцы, многие сырики знают казахский язык, они выучили его, они жили как... В этом отношении много чеченцев пойдут воевать в казахскую армию. И у меня была такая идея, я ее все время высказываю. Почему бы нам внутри казахской армии не создать интернациональный иностранный легион, в которой бы служили бы все народы России, имели бы татарскую роту, башкировскую роту, чеченский батальон, ингушский батальон. Ведь внутри России, внутри своей Чечни, Бурятии, Якутии, эти бедные народы не имеют права носить свою военную форму, иметь какое-то подразделение и так далее. А тут бы они где-то на чужбине, но имели бы свой родной дом, имели бы, служили бы год-два добровольно, не по принуждению, возвращались бы потом с гордостью, носили бы по всей Чечне свою древнюю чеченскую форму, которую казахи им подарили бы. И потом бы шаг за шагом мы бы элементарно на переговорах встречались бы с чеченским министром как однополчане. Это было бы уже совершенно другое братство. И вот это отношение интернационализма, подарить им хотя бы право носить свою форму у казахов это миссия. То есть если мы как бывшие политзеки убежали с этой тюрьмы, я как вот старый катаржанин, я могу сказать, у катаржан есть такая традиция, если ты ушел, ты должен своего сокамерника поддерживать письмами, передачками. Мы освободились, но в душе этот груз лежит, что мы виноваты, что мы вышли, а они нет. И в этом отношении на нас, на казахах, и на многих других народах бывшего Советского Союза миссия. Мы ушли, но мы должны помнить, и мы должны поддерживать. И мы в конце концов, ну не знаю, должны как-то освободить этих своих сокамерников, не знаю, там решетку спилить, где-то там подорвать стену этой тюрьмы. Ну то есть в этом отношении мы не должны думать, что мы освободились, и все, мы забыли, как сон, нас не касается чужие беды. Вот мы не можем же, когда мы идем по тротуару, наблюдать, как насилуют какую-то чужую девушку. Мы всегда впрягаемся, и точно так же у нас есть миссия. Она может быть эмоционально более близкой миссией, чем, например, у американцев чеченцам или у французов чеченцам. Мы жили вместе буквально на одной улице, на одной реке, у одних гор, в одних степях. Судьба такая сложилась. Многих высылали к нам, и мы их принимали. И во многом, допустим, проблемы возникали и у нас, у самих, потому что, например, во время Голодомора, допустим, в 30-х годах, только вот в один год переселялось 250 тысяч переселенцев, мгновенно возникал еще и дефицит питания, продуктов питания, и мы от этого еще дополнительно усугубляли свой Голодомор, который Москва навязывала. И тоже происходил в 20-х годах. И когда говорят про Голодомор в Поволжье, говорят, что не только в Украине, не только в Казахстане, про Поволжье, забывая сказать, что Поволжье в первую очередь пострадало по Голодомору именно не русские народы, это татары, башкирии и так далее. То есть в этом отношении российские пропагандисты все время недомалчивают, фальсифицируют и так далее. Миссия, повторяю, наша у казахов и других народов заключается в том, чтобы помнить про тюрьму народов, про судьбу своих бывших сокамерников. Это тоже самое относится и к Китаю, у которого тоже я все время сравниваю Китай и Россию. Переселение китайцев в Синьцзян или переселенцев русских в Бурятию, в Якутии для того, чтобы искусственно уменьшить долю коренного населения до уровня меньшинства, чтобы они не имели юридической возможности представлять своих людей в правительстве, в парламенте и так далее. Совет Федерации это полностью, посмотрите, глумление над народами. То есть практически какие бы мы юридические моменты не брали бы, можно составить целый огромный список, энциклопедический список варварства, шовинизма. Это все до сих пор неизвестно. Это все до сих пор скрыто. Это до сих пор не зарегистрировано. В этом отношении огромный просто фронт работы для историков. К сожалению, это все неизвестно для русских, для русского народа. А он пребывает в каком-то облачном каком-то состоянии, что мы великие и мы все освободители, и мы никогда не захватывали, мы всегда освобождали, мы всегда защищали. И вот помните фильм «Офицеры», знаменитый фильм «Офицеры», когда в самом начале командир части говорит, есть такая профессия родину защищать. А в это время он находится в Туркмении на границе с Афганистаном и он говорит, наша профессия защищать Россию. Для него нет понимания вообще в этом отношении, что он захватчик в Туркмении, захватчик, и помните слово даже «освоение России». Русские историки стесняются говорить до конца там «захват России». И то даже «освоение России» означает, что это же не твоя русская земля. Все пронизано вот через эти учебники и через статьи, и все русские в этом отношении находятся в каком-то непонятном зомбирном состоянии. Другого слова нельзя подобрать. К сожалению, это беда самих русских, что пока они не освободятся от своего рабовладельского мышления, они будут вот в таком состоянии пребывать, и они будут отставать от той же Швеции. «Захват России» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова